Беларусь – стратегическая территория для Запада и Украины. Было бы странно предполагать, что сосредоточенные войска НАТО вблизи наших границ в миг будут распущены, а Украина забудет о своих планах по оккупации части Беларуси, которые бандеровцы вынашивают уже много лет. Как бы странно, для кого-то это не звучало, но есть документальное подтверждение тому, и эти планы многие годы вынашивались тайком и не озвучивались вслух. А с учетом нынешнего ненаполитической обстановки у наших южных границ и риторики украинских чиновников, на наполеоновские планы Зеленского и его команды волей-неволей да обратишь внимание. Как и на то, что у западных соседей совсем не оборонительное настроение, а напротив, вооружение, которое собирают у наших границ, носит наступательный характер. Но для Запада и Украины это другое. А с вами я, Ксения Лебедева. Здравствуйте. Беларусь для Украины и наших западных соседей нужна лояльная и антироссийская. Не иначе. Экспертное мнение одного из главных украинских политологов Юрия Романенко звучит так. Нам нужна лояльная Беларусь в перспективе член союзного блока, куда войдет еще Польша и ряд других стран. Это может быть союз только Украины и Беларуси. Но для нас теперь Беларусь это цель номер один в нашей внешней политике на ближайшей периферии. Потому что решив вопрос Беларуси, мы начнем решать вопрос пост-России. В публицистике Романенко не только угроза, но и призывы к перевороту в Беларуси и свержению действующей власти. По сути, просто продолжается процесс, запущенный среди украинских элит еще в 2020 году. И после этого эти люди будут нас убеждать, что они не вмешивались и не вмешиваются в политику нашей республики. Как вариант, можно вспомнить еще не забытый пост Ермака, главы офиса Зеленского, где он недвусмысленно говорит, что нападение Украины на Беларусь не за горами. Готовы ли они к последствиям собственных решений и оценивают ли масштаб этих последствий для них? Еще в 2018 году во время главной встречи украинских националистов равно нацистов, потому что встреча, названа бандеровскими чтениями, прозвучали и были задокументированы следующие тезисы. Все другие этнические территории Украины большевики раздали марионеткам Москвы. Большая территория Украины оказалась под оккупацией сегодняшней Российской Федерации. Также на севере значительные территории Украины были включены в состав БССР. Речь идет про северную часть Полесья и Брещины с городами Мозырь и Брест. Таким образом, одна треть территории Украины сегодня находится за границами государства Украина. Соборная Украина должна охватывать территории, на которых провозглашалась независимость украинского государства на протяжении 20 века. Я уже ранее об этом рассказывала в своих программах, но напомню еще раз. Обратите внимание, что украинским националистам интересны наши южные территории. Почему? Это процесс восстановления Соборной Украины, и об этом они говорят из года в год. В 2018 году было отмечено, что юг Беларуси может стать плацдармом для введения российских войск на Украину. Но не говорили при каких условиях. По мнению тех же националистов, в таком кругу Украина оказывается среди недружественных государств. Запад в их числе. Поэтому заранее стратегию выбирают, при которой ЕС может стать на сторону незалежной. Если Украина займет агрессивную позицию по отношению к Кремлю, тогда Украина будет рассматриваться как субъект геополитики, а не трофей Евросоюза и, в частности, Польши. Поэтому задача проста – сдружиться против общего врага и ненадолго забыть о желании собрать Соборную Украину и забрать свое у Молдовы, Румынии, Польши. В этом случае Беларусь в союзе с Россией невыгодна. Она выгодна как союзница Украины и коалиции Запада, потому что так проще приблизиться к границам Российской Федерации. И, кстати, представители праворадикальных партий признают, что войну, и именно войну, начала первая Украина. Мы тут флагман, потому что мы затеяли войну, которой не было последних 60 лет. Нам сейчас надавали столько оружия не потому, что мы хорошие, как говорят нам помогает Запад, потому что они хотят нам добра. Потому что мы выполняем задачи Запада, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать. И да, на Украине нацизма нет. Только как объяснить, что главнокомандующий ВСУ, генерал Залужный, предпочитает носить браслеты со свастикой? Совсем недавно в своем твиттере он разместил вот это фото, это оригинал, где при увеличении хорошо видно, какую идеологию не стеснять пропагандирует командование украинской армии, выбирая украшения с проклятым гнутым крестом убийц, карателей и фашистов. Поэтому геноцид и порабощение – это их путь. Провоцировать наших военных достаточно выгодно Украине. Вспомните только историю с беспилотником, который собирал разведданные на Брестском полигоне, и случай со случайным пересечением границы военным вертолетом. Украинская сторона отрицает, что что-то подобное имело место быть. Ведь к этому в том числе можно приобщить шпионаж украинских дипломатов, когда те собирали данные сами о передвижении российской техники на территории Беларуси, о состоянии белорусской армии, а также вербовали для этого людей. И это доказанные факты. В марте количество украинских дипломатов составляло чуть более 20 человек. Половина из них были кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины. Что нарушает правила в стране пребывания дипмиссии, подчеркивает, что Украина выбрала путь агрессии в отношении Беларуси вопреки нормальным дипломатическим отношениям. Как пример, в конце февраля на председателя украинской диаспоры в Гомеле выходит представитель посольства. Интересуется перемещением военной техники по территории Беларуси и другими вопросами, связанными с СВО. Случай не единственный. По крайней мере, по улице никто ничего не ездит. Ладно, тогда посылайте дополнения завтра утром. По поводу техники очень много ездят заправщики. В том числе выставляют фотоловушки для фиксации военной техники военных эшелонов. Это лишь несколько примеров поведения разведеятельности, которую проводит украинская сторона. Напомню, что шпионаж в интересах другого государства преследуется законом. Это 356-я статья Уголовного кодекса Беларуси. Грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. И вот на днях послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму в наш МИД вручили очередную ноту о планах Киева нанести удар по Беларуси. На что, конечно же, МИД, незалежный, сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Ведомство встало в позу и заявило на официальном сайте, мол, это провокация и очередные проделки России. Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение удару по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Но зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее, процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси. Для того, чтобы нас туда втянуть. Мы это видели давно. И я об этом предупреждал не только нашу общественность, но и, как говорят, всю мировую общественность. Мы это видели, знали, мы создавали батальонные тактические группы и создали. И мы отрабатывали защиту южных рубежей. Что делаем мы сейчас? При этом достоверно известно и НИКИ «Зимний МИД Украины» не отрицает, что к южной границе Беларуси стянута группировка до 15 тысяч военнослужащих. Ведется инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций. Устроены заграждения на дорожных направлениях. Кроме того, Киев ведет разведку в белорусских территориях, войск и объектов. И в то же время, как всегда, находится в позиции жертвы. Украина никогда не планировала нападать на территорию Беларуси. И эти все угрозы, которые они продолжают придумывать, они абсолютно беспочвенны. Проблема в том, что посол не договаривает. По-видимому, ему не все рассказывают и не до конца ввозят в курс дела. Это характерно для властей Украины в отношении ее представителей в Беларуси. Поэтому и риторика разнится. Как бы и что бы ни говорили власти Украины, нам известно о работе информационных спецслужб Украины. И не только против Беларуси в 2020 году и сейчас. Взять хотя бы так называемого журналиста Ивашина, которого недавно осудили за шпионаж в пользу Украины. Он работал с известным уже в Беларуси своими фейками Центром информационно-психологических операций. Денис Ивашин собирал информацию, представляющую интерес для украинской страны. При этом работал якобы журналистом. В свое время был активистом БНФ, участвовал в акциях протеста. В 2014 году начал позиционировать себя как сторонник правого сектора. Выехал на Украину, где участвовал в Евромайдане и беспорядках Киеве. Был редактором украинской странички издания «Информнопалма». Ресурс создан 72-м Центром информационно-психологических операций. Работал под куратором из Киева. За выполнение поставленных задач получал вознаграждение. А задачи были такие. Собирать информацию о сотрудничестве России и Беларуси в разных сферах ситуации и вооруженных силах нашей страны. Искал переехавших из Украины в Беларусь после Майдана беркутовцев. На счет Ивашина периодически поступали кругленькие суммы. Поляки тоже не дремлют. Лидер главенствующей партии в Польше Качинский высказался за размещение в Польше ядерного оружия НАТО. В интервью польскому радио глава партии «Право и справедливость» заявил, что ранее этот вопрос уже обсуждался с США. Но зачем? Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территорию Украины непосредственно. Последние данные. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Но для нас это не новость. Я вас предупреждал давно о том, что их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Нет, это главное. Главная цель, она остается с давних времен втянуть нас в войну. И заодно разобраться с Россией и Беларусью. Что интересно, так это то, что тот же Ярослав Кочинский во время своих поездок по Польше говорит, что ПИС сегодня похожа на армию Краеву. А роль армии Краевой на территории Западной Беларуси в годы Великой Отечественной войны и еще почти 10 лет после нам уже хорошо известно. Но, кроме того, и исторические претензии на белорусские западные земли Польша тоже не оставила. Как и не забыла о тех, кто воевал в АК на территории Беларуси. Дуда им вручает награды, а они, в свою очередь, признают его своим президентом. Желаю нашему президенту, Анджио Дуде, много здоровья. Уважаемый господин президент, я обожаю вас больше жизни. Для понимания, Вероника Себастьянович полковник разведки армии Краевой активно поддерживает отношения не только с консульством в Гродно, но и самими АКовцами в Польше. Оппозиционер действующей власти. Как думаете, бывают бывшие разведчики? В чьих интересах сегодня работают такие люди? И как мы, настоящие белорусы, патриоты, должны относиться к их позиции и признанию своим президентом главу недружественно настроенного против нас государства? Сколько их? И как они воспитали своих детей? Кто они, враги или законопослушные граждане белорусского государства? И как они поступят в случае нападения на Беларусь? Так же, как военные и послевоенные годы их товарищи, вырезая и сжигая белорусские деревни, врага все же лучше знать в лицо. А хотим мира, готовимся к войне. Или это другое? А с вами была я, Ксения Лебедева. До встречи в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok